План действия очень простой. Ленин всегда живой! Ленин всегда с тобой! С другой стороны, мы все больше и больше приближаемся к 18 веку. Скоро, мне кажется, будет на лошадях мусор увозить. Это уже можно будет в натуре снимать фильм исторический. В 18 веке нет электричества, водопровода. Ну вот мы к этому идем. Так, друзья, день добрый. Ночью вернулся с поездки рабочей. Я сейчас не буду говорить о своих рабочих поездках. Где мы бываем, какие договора. Подписываем, это не важно. Приехал ночью из города Таганрог. И пока из головы у меня свежие впечатления не выветрилось, я спонтанно расскажу, что я увидел. Хочу поделиться впечатлениями. И извиняюсь, конечно, за свой голос. Люблю свежий воздух. И очень часто это меня подводит. Открой же в гостинице ночью окно. Бабах, на утро просыпаешься и простуженный. Это вот моя большая проблема. Так вот, Таганрог. Вы знаете, что я считаю, что Россия это не Москва. Москва не Россия. А вот такие города, как Таганрог, Ставрополь, где там 250 тысяч или 500 тысяч. Ну, до миллиона. Это и есть сердце России. Что касается Москвы. Ну, я это вижу как некое страшное существо. Некий хищник, который пьет кровь из доноров из маленьких городов. И это очень глупо, потому что сам хищник погибнет, когда доноры погибнут. Когда кровь будет выпито, то ему нечего будет кушать. Ну, хищник дурак. Он уйдет до конца. Ну, и плохо это кончится. Ну, я люблю такие города, как Таганрог. Они милы моему сердцу. И вот, когда мы приехали в гостиницу, у меня было полное впечатление, что это СССР образца 1975 года. Ну, примерно как в фильме «Афоня» показан СССР. Вот. Если убрать современные машины, то можно точно снять исторический фильм. Дальше. Пошли мы в ресторан. Ну, елки-палки, смотрю, в ресторане поют советские песни про Владимира Ильича Ленина. Это точно СССР 1975 года. Начало истории. Таганрог – город в Ростовской области, на берегу Азовского моря. 70 километров от Ростова-на-Дону и 115 километров, по-моему, от Мариуполя. То есть, это недалеко от украинца. От Украины. Город основан Петром I. На земле отвоеванный у турков. Ну, если смотреть историю, то немецкие археологи раскопали таким масштабным, ну, много пластов. Оказалось, что это античное поселение греков. Получается, что… А, да, еще забыл сказать, что в 26-м году украинцы в Таганроге составляли 74% населения. И в 18-м году столица Украинской ССР была Таганрог. Вот. Исходя из этого, многие украинцы считают, что Таганрог – это город украинский. Но я сейчас не занимаюсь политикой. Украинский – это город турецкий или греческий. Я совершенно о другом. Это такое впечатление о том, куда идет провинция. А провинция постепенно погружается в 18-й век. То есть, в советское время в Таганроге было море предприятия. Сейчас смотрите справочник, видите, что многие из них закрыты. Есть благополучные предприятия. Никто не говорит. Это порт, откуда гонится зерно, уголь и металлургические всякие дела. И завод Бериева, где делаются амфибии. Самые знаменитые, наверное, это Тагас, где делались, вы знаете, акценты, сонаты. Санта-Фе – это все пользовалось спросом, но было специально обанкрочено, как сказали мне злые люди или опытные люди, чтобы автоваз процветал. Ну, согласитесь, что Hyundai Accent – это хорошая машина. Согласитесь со мной, да? По соотношению цена-качество. Ну, и Vega хорошая машина могла быть. Ну, вот, взяли специально обанкротили. Вот. В основном, конечно, подприятия не обанкрочены многие, а просто такое жалкое существование. Есть вывеска, ворота, подприятия. Ну, если пойти в это подприятие, ну, там работает цех один или два цеха в одну смену. Остальные помещения сдаются в аренду каким-нибудь мебельным салоном. То есть, теоретически, подприятие есть. Практически работает один цех. Вот, если вы оптимист, то вы скажете, что Андрей Верников отстал от жизни, что сменился уклад технологический, продукция советская такая не нужна в таком количестве. И хорошо, что предприятия не работают. Если вы пессимист, то вы скажете, что это типичная разруха. Вы скажете так, а что мешало предприятиям модернизироваться? А что мешало, как в Южной Корее, выпускать современные корабли? То есть, это зависит от вашего мироощущения. Я скорее пессимист, и я скажу, а что мешало модернизироваться? В целом, город симпатичный. Но разруха полная. То есть, если Ставрополь – это город Конфетка, то Таганрук – это крайне-крайне неухоженный город. Вот маленький пример. Читается курортный город. Экскурсии, город Чехово. И стоят на улице колонны большегрузов к порту. Вот, с зерном. Который порт, который потом попадет на Констанцию, в Румынию. И они просто дымят, чадят, они все грязные. И едешь просто, ну, задыхаешься. И таких больших грузов просто, ну, не знаю, километр колонны или больше. Ну, просто какие-то гигантские колонны стоят. И говорят, их сейчас никто не гоняет. То есть, раньше гайцы, когда сезон курортный, стараются как-то их прогнать. А вот, когда заканчивается сезон, то местные жители должны все это наблюдать и глотать выхлопные газы. Вот, поэтому лично у меня не позывает, не... Ну, не хочется мне называть Таганрог курортным городом. Я бы туда не поехал на курорт, ей-богу. Увидев эти вот цветущие заливы, ужасный запах. Ой, неухоженность, ужасные здания. То есть, Таганрог мог быть милым провинциальным городом, не хуже Ставрополя, конфеткой. Ну, вот, получилось вот так, как получилось. Почему получилось? Ну, отчасти причина в том, что в 90-е годы городом управлял народный избранный мэр Сергей Шила, который там заботился о городе, пытался противостоять экспансии московских компаний. В 2002 году, в октябре, Сергей Шила вместе с водителем зашел в подъезд и их убили. Вот, убили из пистолета. И вот, когда убили, все, вышло из-под контроля. И порт передали тем, кому нужно, нужным людям. Ну, так мне сказали местные злые люди. Ой, не злые, но так... Местные люди сказали, да? Что и порт, и многие другие предприятия после этого ушли москвичам. Условно говоря, москвичам, но вы понимаете. То есть, и больше такого мэра хорошего, как Сергей Шила, у них не было. К сожалению. И сейчас получилась такая ситуация, что массово, ну, самые выгодные компании, заводы, все, что там еще живое, ушло в Москву или в Питер, налоговый отчет. То есть, крупнейшие налогоплательщики находятся в Москве или в Питере. Тут надо сказать, что местные налоги, они платят. Но вот НДС и налог на прибыль ушли в федеральный карман. И поэтому граждане, конечно, недоумевают. Как же так? Они глотают гарь от какого-то завода. Ну, например, Таганрогский металлургический завод, который вы наверняка знаете. Да, там хорошие трубы варят современные. Он как раз в этом году взял и снял с учета и ушел в Питер. Вот. Поэтому как же так? Мы глотаем пыль. Вот. Онкология растет. А НДС и налог на прибыль уходят в Питер. Но это ненормально, да? Молодежь, она вообще не очень сильно в эту тему погружена. Она занята танцами и шмансами. Вот Таганрогин в ситуации не понимает. Однако, если вы пройдете там по улицам, например, улица Чехова, улица Транспортная. Вы видите такие руины, которые даже в Советском Союзе не было в 75-м году. То есть, когда в Москве там каждые два года плитку прикладывают, чтобы чисто освоить бюджет. или устраивают реновацию просто для того, чтобы деньги освоить. Тут просто, ну просто вообще, как танковый полигон. Я когда-то ребятам рассказал. Я вот когда был, рассказал про реновацию в Москве и рассказал, куда уходят их денежки. Вот, посмотрел я на Headhunter вакансии. Вакансии в городе Таганроге. В основном нужны менеджеры, продавцы-консультанты и игрушки в порту. Вот, ну еще водителям нужно зерно ввозить. Все. Больше никто не нужен. Из чего я еще раз заключил, что промышленность города влачит жалкое существование. Когда говорю промышленность, я имею в виду не только старые советские гиганты. Можно было сделать и новую промышленность высокоскологичную. Любая промышленность влачит жалкое существование в этом городе. Думаю, что в принципе я делаю полезное дело, хотя меня ругают, что говорю людям о реальной ситуации в стране. Просто в силу того, что у меня есть командировки, и в силу того, что наша компания выпускает облигации, у меня идут переговоры, встречи с разными имитентами. И до конца года запланированно я встречаюсь, и поеду в Коснодар скоро, скорее всего, и показываю жизнь городов одновременно. Ну, провел переговоры, показал жизнь. То есть народ должен потихонечку гладенки уже протереть, и проснуться, и посмотреть, что происходит, и почему мы так живем, как мы живем сейчас. Ну, наверное, это все. Маленькое видео было не по теме фондового рынка. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ